Марина Бабахина Добрый вечер, Игорь Корсенович, изучаю Ваш опыт по выращиванию плодовых деревьев. Очень хочу приобрести Ваши саженцы абрикосов, слив и яблони. Свеженькая, кстати, вчера. Но живу в Подмосковье. А Вы не отправляете, если я правильно прошу, на саженцы, а только семена. И вот я думаю, который раз, где кто хоть раз в жизни написал, что я не отправляю. Отправляет моя семья. Сын Сергей и невестка Таня Железова. Ну и там один-два помощника. Я лично не отправляю. Я действительно только семена. Или кто-то не понимает, что это одна семья. И даже обратившись ко мне, тут же 8... Я говорю, невестка. Звоните ей. 8-913-444-3178. Это кто-то дозвонился. Я говорю, ну как так? Вы чего не отправляете? Мы хотим... Я говорю, а приедьте. А мы не можем. Мы живем в Апрессе. Ну там, вот видите, Подмосковье. Вот Вы поняли меня, да? Ну, в отчаянии уже когда... Да редко-редко даю телефон Макарова, не имея... Ну, очень редко, потому что не имею, но то его согласие. Вот. А дальше вот я рассказываю. Вот обычно... Ну, дальше Красноярска, Томска не приезжают. Томичи еще какие-то активные, да? Ну, а где они? Они слащие варковки, ничего не ели. Иметь питомники и не иметь садов, поэтому умудриться надо. Вот. Вот одна подога. Это все свеженькое. Смотрите, Апресски. Сколько прошло? 8 дней. Вот. И самое интересное, знаете, они царь все дорогие. Вот эти вот где-то 1000 рублей стоят саженец. Я не скрываю этого. Если надо дешевле... Я вчера продал три саженца, по 500 рублей таких же. А знаете почему? Они будут чуть-чуть рослее. И уже попадали под некондицию. Ну, есть какие-то границы. Вот. Сейчас там прекрасные корни, да? Вот. Они в горшке растут. А я такие же выкопал без горшка. Три саженца по 500 рублей продал. Человек доволен. Вот так половину отрезал. Сказал, приживутся 100%. И поехали эти три саженца к Растояшу. Это я. Почему? Ну, хозяйки не было. Таня Невецкий. Вот. Ну, позволяю себе некондицию продавать. Мое слово на это. Чего-то стоит, да? А вот это тут уж без вопросов. А это высшая лига. А мне нравится, знаете, почему я сделаю продавать? Мне нравится, когда эти же веточки с этих же деревьев. Вот она купила это все до богатства. А веточки с собой взяла. Я таких люблю. Я тоже начинаю учить. Подсказывать. А то верхушки начнут поревать. Вот я отлюблю таких. Мне сердце тает. Ну, вот, пожалуйста. И главное, всегда улыбайся. Их никто не заставляет улыбаться. Они, их, это, мы потрошили карманы. Потратили кучу денег на бензин. А с другой стороны. Боже мой, я вам там ниже покажу вот это же. Что, а, это уже другая. Уже не это, не Ольга, а уже Наталья. Ну, из тех оппонентов. Кандидат на угле. А кучки железово золотые. По 20 рублей. Я как представил себе, что вот 20, вот 20, вот 20. Я же себе садил-то такие же, понимаете? 20-рублёвый себе садил. А всхожесть я вам потом покажу. Тысячу посадил, 990 получилось. Пошло в рост. То есть, а это, если бы одна десятая, уже было бы не 20 рублей. Если бы одна из десяти взошла. А 200 рублей она бы стоила. И то бы дерево вернуло бы после первого же плодоношения, первого года, уже бы вернуло бы деньги. Ну, 20 рублей дорого. Вот так вот. Вот. И смотрим дальше. А вот уже эти саженцы пойдут по ссылку. У меня есть более эффектная фотография, но за те годы. А я не хочу повторяться. Вот 22 год. Вот это было 12 дней назад. Вот. Видите? Вот они. Сравните эти по ссылке. Ой, я уже показывал. Это же какой-то ужас. Это кто позволил. Ведь когда-то были стандарты. И эти бедные несчастные плодопитумники, настоящие, государственные, были вынуждены там до 8-8 метров. Что сейчас продают. Причем эти коробки пошли по всей стороне. Вот. Но мы это проходили. Итак, обижаете железовых. Железовый торгует. Но позавчера был выслан последний. Все. Дальше опасно. За 10 дней они идут. Обычно 10, ну 8, где-то 5. Ну до 10 дней. За это время тепле они могут порасти почки. А это уже опасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.